Привет, друзья! Сразу маленькое предупреждение. Это видео имеет очень узкоспецифическую тему, поэтому какой-то части зрителей, возможно, сразу стоит переключить на что-то более интересное. Но определенный круг лиц, взрослых и зрелых, постоянно мне присылают вопросы на эту тему, поэтому я решил записать это видео и выложить в публичный доступ, чтобы все могли посмотреть. Итак, накопительное страхование. Сейчас бегло для тех, кто вообще не в курсе. Я проговорю, что это такое, в подробности уходить не буду, и потом поговорим, куда обращаться за ним. Итак, накопительное страхование. Если кто угодно, например, вы, хотите отложить, накопить какое-то количество денег либо себе на старость, либо очень частые случаи детям на вырост, на образование, либо на квартиру. Знаете, вы живете в своей квартире, ипотека вам не нужна, а, получается, дети подрастают, им нужна будет квартира. Хотите отложить, накопить, там, по 100, по 150, по 200 тысяч в год, допустим. И так вот, там, за 20 лет, чтобы копить, получается такая схема, да, то есть, вот, время, деньги, время, деньги, да. То есть, вот вы копите, вот так, если вы просто, ну, линейный график, если вы просто будете откладывать поскольку-то в год, но поскольку деньги растут на процентах, то это немножко линия, ну, заворачивается кверху, да, в прогрессии. Но инфляция вносит свои коррективы, естественно, поэтому ваши накопленные деньги, ну, вот, которые в цифрах выросли, да, но выраженные в колбасе, в килограммах колбасы, это, ну, примерно одно на одно и выйдет, вот, с простым линейным накоплением, да. Ну, то есть, вот вы хотели накопить за 20 лет 3 миллиона, вот и получится в колбасе, как сегодняшние 3 миллиона, плюс-минус, там, как инфляция себя вела. Иной раз, получается, чуть-чуть ее обогнать, иной раз отставание, ну, вот, плюс-минус. То есть, это все понятно, классическая просто схема накопления. Так вот, накопительное страхование, когда вы обращаетесь туда, во-первых, оно специально законодательно урегулировано так, чтобы быть во 100 крат надежнее, чем банки. То есть, ну, разница в том, что, если вы обратитесь в банк, то они из ваших денег обязаны оставить у себя на сохранении 10 процентов. Все остальное они, как бы, раздают, ну, могут раздавать и раздают в кредиты. И, получается, когда происходит какой-то кризис, люди бросаются за своими деньгами, их там банально нет. Если люди настаивают и стоят в очередях, банк лопается, банкротится. В накопительном страховании там совершенно другая лицензия, другое законодательное регулирование. И из ваших денег они обязаны хранить 100 процентов, плюс определенный излишек, обязательно по закону. И плюс у них еще там сверху свои избыточные средства лежат. Вот, то есть, что бы ни случилось, у них всегда в наличии есть все активы, чтобы со всеми клиентами рассчитаться. Если как-то это начнет становиться под угрозу, то, ну, уже будет подниматься вопрос с центробанком, ну, это там меры начинают приниматься глобальные и так далее. Второй момент, очень привлекательный для клиента, это то, что вот эта услуга, она дает гарантию накопления. То есть, если вы хотите вот накопить там на какую-то квартиру, да, за 20 лет там получится вот эти условные там какие-то 3 миллиона, да, напишем 3 миллиона. Так вот, с первого же дня, как вы этот договор заключили, именно накопительного страхования, то вам сразу же, вот с первого дня, вы бесплатно застрахованы на все вот эти 3 миллиона, да. Что если что-то произойдет, то есть, вы запланировали, что 20 лет будете жить и накапливать, да, но мало ли пройдет 12 лет и вы там где-то, допустим, там на лыжах неудачно покатаетесь. Или пройдет 3 года, у вас какой-то пьяный дурак въедет на машине, да. И ладно, вам-то уже все равно будет, а что будет с семьей, с детьми. И вот в этой услуге вам как бы бесплатно прилагается, что вы на всю вот эту сумму, которую хотели накопить, вы сразу застрахованы. То есть, получается, за 20 лет вы купите эту квартиру, да, но если где-то вот здесь на вас свалится кирпич, то сразу, сразу у детей будет квартира, сразу. Там, у кого-то возникают всегда шутки про мотивы для убийства, да, но шутки оставим в стороне. А главное, что гарантия, то есть, вот в чем, собственно, самый такой важный смысл этой услуги. Гарантия, что вот вы захотели, чтобы была квартира через 20 лет детям, она будет или через 20 лет, или если с вами что-то случится, сразу будет квартира. Больше вы такого не найдете нигде, такого больше не бывает нигде. Эта услуга, она не то, что как бы популярна, она просто как норма жизни во всем западном мире. Во всех развитых кап-странах полностью везде все этим пользуются. Вот это как просто норма. То есть, мы знаем, получается, что мы знаем из финансовых услуг. Мы знаем кредит, мы знаем страховку, мы знаем, ну, ипотека это разновидность кредита, да, ипотеку я сюда допишу. Мы знаем вклады, да, вклады. А вот накопительное страхование мы не знаем. Вот во всем мире вот так люди знают, а мы вот без вот этого знаем. Оно есть везде в России, ну, как, да, практически везде. Можно этим воспользоваться, но мы не знаем, мы ходим мимо, мы не пользуемся. Итак, разобрались бегло, что это за услуга. Теперь по поводу, куда обращаться, зачем, собственно, я делаю это видео. У меня спрашивают, куда лучше, ведь есть какие-то организации известные, а есть неизвестные. Ну, что можно сказать по поводу известных? Например, у Сбербанка есть такое в предложении. У ВТБ есть такое в предложении. Альфа-банк, Райфайзен-банк. Сейчас не уверен, еще какие-то банки. Вот, а есть такие компании просто, отдельные, совершенно самостоятельные, сами по себе. И, понимаете, обывателя обычно в панику ввергает вот этот вопрос, ну, куда обратиться, если нужно обратиться в какую-то незнакомую компанию. Ну, что значит незнакомую? Вот человек рассуждает так, я понимаю, что такое Альфа-банк. А что такое вот какая-то неизвестная компания, там, Альянс, допустим, Альянс. Вот компания, которая официально называется компания по страхованию жизни, кажется, Альянс. Вот, и как это, что это за, понимаете, для, ну, как бы сам термин, который в законе прописан, страхование жизни, я-то называю это накопительным страхованием, как это лучше называть. По закону, как бы это называется страхование жизни, что дает совершенно неправильное представление, во-первых, об услуге. Человек думает, что это, ну, просто какая-то, типа, страховка, как пари, да, что, типа, если я умру, кому-то за это заплатят. Вроде так непривлекательно выглядит. На самом деле там речь вообще о накоплении, просто о гарантировании накопления. А кто накапливать не хочет, так тому туда и не надо, не страховаться там ничего не надо. Там страховка, которую дают, ее дают бесплатно. Так вот, значит, как это устроено у банков? И как это устроено у вот этих неизвестных компаний, да, которые люди не знают? Вот есть у нас Сбербанк. Вот, вот так пирамида и все это выглядит. Ну, знаете, как обычно, вот здесь высшее руководство, вот здесь кто там, Герман Греф, да, как я понимаю. Вот здесь там какие-то вот там среднее звено идет, вот здесь уже внизу обслуживающий персонал. И вот здесь уже, как бы, да, человечки-клиенты. То есть это, ну, классическая схема, как в любом бизнесе все происходит, да. Вот с них уже, как бы, имеют эти деньги там на обслуживание. То есть вот это обслуживающий персонал здесь сидит. И, понимаете, когда происходит так, что вот в банке сидят и говорят, мы уже работаем с населением, вот есть финансовый рынок, да. Вот люди знают кредиты и ипотеки, да, мы предлагаем то и то. Есть там страховки, ну, страховками мы не занимаемся, да. Есть, что там, вклады, да, вкладами мы занимаемся. А вот есть еще накопительное страхование, да, и вот этот сектор рынка нам бы тоже бы охватить, тоже бы иметь с этого деньги. И вот как бы так это сделать? Но тут приходят дяденьки из, ну, от лица закона и говорят, вы, ну, банк не может осуществлять эту деятельность. Именно потому, что вот я рисовал, да, что там только 10% резервируется, денег, которые вы туда принесли, остальное раздается. Это ненадежно в плане долгосрочных накоплений на 20-30 лет вперед. Это ненадежно. То есть нужно по-другому. И что тогда делает Сбербанк? Он создает, как и создал, как сделал, да, компанию, которая по своей сути является фиктивной. Еще остановлюсь на этом моменте. Которая, вот, дочерняя, получается, организация. Это выглядит так. Вот это, вот это у нас все, это юридическое лицо Сбербанк. Вот оно. И он создает от себя такую, как бы, дочернюю компанию, которая организована по-другому. У нее есть, там, нужный уставный капитал, там, в 240 миллионов рублей. И вот у нее другая лицензия. А называется это все Сбербанк страхования жизни. И они предлагают именно накопительное страхование. Но предлагают как? Смотрите, у вас по всей стране, вот у нас обслуживание, да, обслуживающий персонал. Здесь офисы. Они по всей стране находятся, на каждом шагу. И, получается, ну, зачем, вот, создав маленькую дочерочку, зачем новую сеть офисов по всей стране? Ну, представляете, какие-то триллионные затраты по всей стране новую сеть выстроить. Соответственно, эти же услуги, они вот так вот идут и здесь же, получается, вот так, в этих же филиалах предлагаются. Не нужно ничего отдельно, не нужно выстраивать вот эту структуру, здесь ничего не надо. К чему это приводит? Это приводит к тому, что если клиент хочет себе услугу накопительного страхования, да, говорит, я вот хочу накапливать, и, ну, там, вот, получается, как это линейно выглядит. И я хочу быть вот сразу застрахован, чтобы гарантия моей семье была, да, вот на какую-то сумму, которую я хочу накапливать, да, 3 миллиона там или сколько. Вот он обращается, получается, вот эти мальчики и девочки, ну, в основном девочки, которые сидят в офисах, они вот взаимодействуют, получается, с клиентом, они все рассказывают, они все расписывают, но они являются сотрудницами банка. Просто, когда человеку дают договор на подпись, то у него договор, оказывается, уже с вот этой компанией. Вот, у них вот такой вот договор друг с другом, который он эту компанию вообще не знает. Обыватель представления не имеет о том, что это за такое за организация Сбербанк страхования жизни. Он думает, что он пришел в банк, но на самом деле договор у него не с банком, а в этой компании, в ней получается всего, ну, насколько я понимаю, там человек 6. Вот на сайте я смотрел, по-моему, 6 человек, то есть у них нет вообще никакого штата на местах, у них нет представительств, у них нет филиалов. И если вы позвоните, захотите в горячую линию позвонить, то где-то вот здесь от верхушки Сбербанка, да, есть вот такое еще обслуживание, как горячая линия, да, вот ГЛ подпишу, горячая линия. И им просто отсюда тоже немножко информации дали, ну, то есть их, вернее, как отсюда, вот заставили, да, вот отсюда, заставили, чтобы они вот оттуда тоже какую-то информацию людям рассказывали вниз. Но это просто так, бла-бла-бла по телефончику, у них нет никаких обязательств, то есть у этих девочек никаких обязательств нет перед клиентом, У этих вот никаких обязательств нет. Есть вот эта контора, в которой 6 человек, которые, ну, я думаю, что у них офисы, по крайней мере, там несколько офисов есть, каких-нибудь там шикарных в главном каком-то филиале Сбербанка в Москве, я даже не знаю, где он находится, потому что, ну, знаете, там иногда, наверное, какие-то представительские вещи надо выполнять, то есть у них там не коморка в лачуге, а ну, наверное, там какой-то офис. Но они вообще не имеют никакой прямой связи с регионами, там, с какими-то людьми, которые могут эти договоры заключить. То есть там есть генеральный директор, бухгалтер, там еще кто-то, им никакого дела нет. Они, в принципе, существуют фиктивно. Просто потому, что вот есть банк, это все, вот это, ну, вот эти накопительные, получается, договоры накопительного страхования предлагать клиентам, да, это интересы кого? Банка. То есть вот у нас материнская организация, банк, да, Сбербанк в данном случае. А эта компания создана только для того, чтобы отмазаться перед законом. Вообще это все банк делает. И получается, вот эти шесть человек, которые там числятся, чтобы организация могла существовать, они, ну, им вообще никакого дела. И когда у клиента возникает какой-то вопрос, какая-то проблема, какое-то, ну, что-то не так, то получается, что у него договор с компанией, где вообще нет никаких представителей, никаких агентов, никаких региональных руководителей, директоров, каких-то вот менеджеров. Никого нет. Есть только несколько человек каких-то в Москве, которые занимают эти должности изначально фиктивно. И у них, ну, представляете, вся страна и всей стране там что-то, какие-то вопросы есть. Изначально, до того, как еще компания была создана, вот эта вот дочерняя, уже было запланировано, что все это будет перенаправляться вот сюда, на бла-бла-бла девочек вот этих вот на горячей линии. И все. Они, им никакого вообще дела, ну, как бы по самой вообще конструктивной задумке компании, им, они не могут взаимодействовать со всеми этими регионами лично, там, в шестером. Главный бухгалтер на телефоне там вам что-то отвечать будет. Поэтому, когда клиент заключает договор с дочерней компанией от банка, то есть ВТБ, Альфа, Сбер, Райфайзен, вот так и получается, что у него вот просто договор на руках, в котором он не понимает ничего и не существует живых людей, которые будут им заниматься. Вот здесь есть бла-бла девочки, которые в общих чертах могут какие-то стандартные ответы дать, но поверьте мне, они даже на один процент не приблизились к тому, чтобы разбираться в этой услуге. Кому интересно, я смогу это доказать простым экспериментом. Я звоню в горячую линию, задаю им два вопроса, на которые они ответить вообще не смогут. Причем не самые заковыристые, а такие более-менее вопросы не смогут ответить. То есть человек получается беспомощен, у него на руках договор и дальше что делать, если какие-то вопросы, вообще ничего не понятно. То есть, ну вот что-то в общих чертах вот здесь размыто ответят и все. Надеюсь, все понятно с этим. Теперь давайте обратимся к тем компаниям, которые вот эти отдельные, которые как вот это, только без материнского банка, а сами по себе, которые изначально созданы, чтобы эту услугу распространять. Вот получается у таких компаний, у них получается тоже структура вот как у банка, только, ну да, вот они изначально предлагают накопительное страхование. И у них вот такая вот пирамида получается, да, где точно так же внизу клиенты. И у них есть региональные представительства какие-то, у них есть там более какие-то местные маленькие представительства. У них есть агенты, какие-то менеджеры, которые всегда готовы ответить на вопросы. И у них получается, если человек такой договор себе берет, то всегда его договор, там всегда указано, кто его агент, который несет ответственность за него. Вот лично этот агент несет ответственность. Если будут какие-то жалобы, этому агенту, ну могут его лишить премий, бонусов и так далее. Более того, знаете, ну рабочие места это дело такое, есть текучка, да, определенная. Если агент уходит из компании, то все равно этот договор, ну в общем в этих компаниях договор не может как бы быть бесхозным. Он все равно переадресовывается, бумажно прописывается там приказом какого-то там регионального директора, что вот эта стопка, получается, клиентов закрепляется за таким-то агентом. Вот такое-то имя, фамилия, такой-то номер у агента. Теперь он их ведет, они на нем висят. Если человек звонит, если что, у него вот этот вот агент, вот этот агент ведет его договор. И всегда все ответы, все что надо, информация, конечно, качество обслуживания это уже другой разговор, но если, как я говорил, вот в дочерке от банка, там вообще такого нет в принципе, да, то здесь, пожалуйста, за каждым закреплен личный вот по его договору агент. И все бы ничего, да, просто люди, ну, как я уже сказал, большие проблемы с тем, чтобы обратиться в какую-то неизвестную компанию, которая даже непонятно, как их назвать. Вот многие люди, да, просто до сумасшествия доходят, пытаясь понять, как их назвать. Потому что по закону они называются компанией страхования жизни, да, но это такой нелепый термин, который ничего не объясняет, непонятен людям. То есть вот есть банк, да, это понятно, есть страховая компания, это тоже понятно, а накопительное страхование, оно между, оно вот как бы промежуточное накопительное страхование, да. Вот у них лицензия другая, не такая и не такая, свой вид деятельности. И услуга такая, вроде бы накопление, как банки, но вроде бы и страховка, как страховой, да, но вот эта страховка бесплатна. И только дополнительные, там можно набрать дополнительных страховок для здоровья. Вот это уже будет, ну, по выбору, по желанию, никто не обязан, да, и это будет платно. Таким образом, получается, что вот люди как бы смущаются, да, куда обращаться, но если уже хотят все-таки себе эту услугу, то очень сильно я рекомендую не обращаться в дочерки банков, а обратиться в отдельные вот такие организации. Они есть разные, есть российские, как бы местные, национальные, небольшие, которые созданы там 10-15 лет назад на капиталы, которые были наворованы в 90-е годы. И там во главе, соответственно, стоят вот такие люди, ну и сами понимаете. А есть компании всемирные, зарекомендовавшие себя, у которых есть филиалы также и в России. И та компания, которая мне больше всего нравится, ну, я рекламировать сейчас не буду, но, получается, ну, компания, она и самая старинная в Европе, там, 189 лет, и у нее договоры самые гибкие. Ну, вот, то есть, когда я людей консультирую, получается, вникаю во все эти подробности, вот самые гибкие договоры я людей отправляю, то есть, там разные условия, можно больше менять. А, ну, всего я знаю три очень крупных, таких надежных, всемирных компаний, которые, получается, ну, вот, есть у них филиалы в России, и по сроку своего жизни, там, 126 лет, 149, кажется, и 189 или 148. Ну, вот, как-то так. Грубо говоря, 125, 150 и 190 лет, да. И, получается, ну, про такие компании никогда вам не надо переживать, что им вдруг приспичило куда-то исчезнуть на Мальдивы с вашими деньгами. Нет, это бизнес, там, ну, представляете, полтора века бизнес идет, и все, что их интересует, это расширять их бизнес. Вот, то есть, можно обращаться. Я многих проконсультировал уже в разных городах, да, кто хотел, там, в Мурманске, там, в Тобольске, в Сочи, там, во Владивостоке, в общем, в разных городах. Это очень полезная услуга, в первую очередь для страны, ну, как бы, ну, почему для страны, потому что, смотрите, вот, страна, да, и в ней живут семьи, вот, ну, знаете, семья, ячейка общества, пузырьки такие. И когда с кем-то что-то случается, несчастный случай, кто-то уходит из жизни, то у нас это все происходит бесплатно, и, получается, ну, общество беднеет от этого, все становится хуже. Дети-беспризорники, мать-алкоголичка, там, нищенствует, да. А на Западе, получается, вот, везде, в развитых капстранах, все живут с такими договорами, у них до старости открыто, там, с молодости, вот, пошли на работу, и лет на 35 вперед, вот, с 25 до 60 открыты такие договоры. И вот они живут-живут-живут, да, они себе накапливают, и у них будет все классно, и забрать это можно где-нибудь на полпути, да. А если что-то случается, то прилетает, вот, человек, ну, семье, вот, кормили, сушел из жизни, вот, прилетает, например, 800, там, тысяч евро. Прилетело, то есть, еще раз проговорю, да, у нас люди умирают за бесплатно, а у них прилетают вот эти вот огромные суммы, вот, получается, в обществе. Раз, пузырек один лопнул, туда вливание, миллионное какое-то. Ну, естественно, я никого не стараюсь агитировать, чем-то, там, пользоваться, потому что, там, говоря что-то про смерть, что, вот, если вы умрете, никакого дела нам дальше нет, да, после того, что мы умрем. Просто, если мы хотим, вот, реально, квартиру, да, то такой инструмент, который, вот, именно, может ее гарантировать, это, ну, довольно интересно, да, что, вот, квартира будет по-любому. Вот, я запланировал, и она будет по-любому, даже если меня не станет, это круто, как бы, это, ну, это очень, очень здорово. Но видео, в общем-то, не об этом, и так рекламы слишком много. Главное, я объяснил, что в банке, получается, обращаться с такими договорами, ну, чтобы заключить такой договор, вы будете абсолютно сами себе предоставлены. По вашему договору компетентно какой-то специалист, лично ваш, вам не поможет. А вот в таких отдельных компаниях, пожалуйста, запросто. Надеюсь, все понятно. С вами был Торвальд. Пока.